Поездку в Самару Сергей запомнил на всю жизнь. Челябинец вместе с товарищами-байкерами гонял на мотофест. На обратном пути он не справился с управлением и попал в страшное ДТП. До приезда скорой первую помощь оказали друзья, которые были рядом. Получается, в колонии едут в шахматном порядке. Подъезжая к перекрестку, встала машина на поворот. Я пытался уйти, но немножко не хватило опыта. Боялся сбить товарища рядом, который ехал. Ну и зацепил крайний правый угол. Сергей попал в отделение травматологии с переломами двух ног. Правая в четырех местах, а левая в колене. В больнице пациент пробыл полгода. За это время врачи провели 12 операций. Вот только восстановить левую ногу до конца так и не удалось. Коленный сустав необходимо менять. Прогноз благоприятный. То есть человек, он, скажем так, вертикализован, он мобилен. Он передвигается хоть и при помощи дополнительного опора, но передвигается он самостоятельно. То есть это уже, в принципе, большой успех при сочетной травме. Ну, при том типе переломов, который был. Сейчас пациент проходит этап реабилитации. Занимается плаванием и готовится к предстоящей операции. Она пройдет в Новосибирске. Специалисты говорят, такие истории с байкерами происходят довольно часто. В больницу в сезон попадает порядка 10-15 травмированных гонщиков. Казалось бы, цифра небольшая, но все эти пациенты, они подвержены, прежде всего, открытым повреждениям. То есть открытые переломы, какие-то обширные кожные отслойки, которые, помимо того, что трудно лечить, еще и долго лечить. Челябинский травмцентр первого уровня открылся 10 лет назад. Это отделение создано специально для пострадавших в ДТП на федеральной трассе М-5. За год тут проводят до 2000 операций. Диана Пуцунтян, Артур Фазлеев, 31 канал.